Европарламент несколько часов назад одобрил распределение беженцев по странам ЕС. Речь, правда, идет только о 120 тысячах, на деле гораздо больше. Но и решение это носит лишь рекомендационный характер. Квоты — острый вопрос, учитывая нежелание многих того же Будапешта. Кадры настоящего побоища, которое произошло накануне на венгерско-сербской границе, сегодня передают все мировые телеканалы. Пострадавших, по последним данным, около 300, и среди них немало детей. Тему продолжит Евгений Завадский. Венгерская полиция, не разбираясь, заливает толку слезоточивым газом. Дальше паника и давка. Что произошло там у кордонов, пытаются рассказать журналистам даже те, кто едва знает пару слов по-английски. Бейби, бейби, гадзик, бейби, проблем. У мужчин лица разбиты в кровь, на телах кровоподтеки. Венгры били дубинками, пока не упадешь. Таких пытались вытаскивать медики. Но как тут помочь, если пострадавших больше трех сотен? Каждый десятый из них ребенок, а для спецназа врач не более, чем очередная цель. В нас, в нашу машину, бросили четыре гранаты с газом. Еще четыре упали рядом. Они целились в нас. Там были только мы и около 15 человек, которым мы пытались помочь. Досталось и сербским журналистам. Одну из съемочных групп венгерская полиция избила и сломала их аппаратуру. Билград уже направил в Будапешт мету протеста. Для горячих голов дело закончилось арестом. Сейчас в тюрьме находятся до трех десятков беженцев. Правозащитники из амности Интернешнл уже требуют их освободить. Но силовики заявляют, среди задержанных есть террорист группировки «Исламское государство». О том, как легко теперь экстремистам попасть в Европу под видом беженца, наглядно показал журналист из Нидерландов. Ему понадобилось всего 750 евро и два дня, чтобы получить сирийский паспорт с фотографией премьер-министра своей страны. Тем временем глава сербского правительства открыто говорит, Европа недооценила масштаб проблемы. С самого начала этих событий Европа не была готова ко всем тем очевидным трудностям, с которыми можно было столкнуться. Нам нужно общее решение между ЕС и другими странами Европы. Иначе произойдет гуманитарная катастрофа. Все, что сейчас может сделать сама Сербия, это подпереть границу со своей стороны. Туда уже направлены дополнительные силы. Беженцы знают об этом и массово стремятся в Хорватию, чтобы уже оттуда попасть в богатые европейские страны. Спешат, как могут. Пришли вести, что на сербо-хорватской границе тысячи человек уже штурмуют поезда до Загреба. Рюкзак тяжелый, я очень устал, а еще жена заболела. Но Франция и Германия теперь не кажутся гостеприимными. Та же Ангела Меркель, поначалу принимавшая участие во встречах с переселенцами, теперь предлагает сортировать мигрантов на тех, кому защита нужна, и тех, кого можно отправить в Освояси. А старавшийся быть толерантным Париж, устами главы правительства предложил меры, которые буквально пару дней назад считались в стране неприемлемыми и маргинальными. Мы уже восстанавливали весной временный контроль на границе, и мы не будем колебаться, если понадобится сделать это снова в ближайшие дни или недели. Это позволяет правила Шенгена в тех случаях, когда обстоятельства требуют подобных действий. Остров Лесбос — это венгерская граница в миниатюре. Сюда, на лодках из Турции, ежедневно прибывают люди. Дорогу по суше Анкара закрыла, и обстановка в лагерях для беженцев накаляется. Несколько часов назад Венгрия призвала соседей создать специальные вооруженные силы, чтобы не пускать беглецов дальше Греции.